Красноярская краевая специальная библиотека представляет Видеоцикл «Всемирная история на монете» Выпуск 2. Луи Брайль. Гений, подаривший незрячим мир. В мире существует много вещей, с которыми человеку приходится иметь дело каждый день. Мы привыкли пользоваться этими вещами машинально. Нам кажется, что мы знаем о них всё. Именно так обстоит дело с деньгами. 4 января 1809 года родился человек, который в прямом смысле позволил слепым людям увидеть мир. Благодаря его изобретению, тысячи людей, потерявших зрение или слепые от рождения, получили возможность развиваться, читать и даже играть музыку по нотам. К 200-летию со дня рождения Луи Брайля в Бельгии была от Чеканина памятная монета номиналом в 2 евро. Монета комбинированная состоит из двух частей – диска, изготовленного из светлой бронзы, и внешнего кольца, изготовленного из никеля. Тираж монеты составил 5 миллионов штук. На оборотной стороне в центре диска изображен портрет Луи Брайля между его инициалами, написанными шрифтом для слепых, который он разработал. Три точки Л, две точки Би. Выше портрета надпись на французском языке – Луи Брайль. Под портретом – обозначение государства, выпустившего монету – Бельгия, расположенное между датами 1809 и 2009. На внешнем кольце оборотной стороны изображены 12 звезд Европейского Союза. В 1809 году в небольшом французском городке Кувре в семье Сапожника, по другим данным Шорника, Симона Рене Брайля, родился мальчик, которому судьба уготовила тяжкие испытания и великую славу. Нелепая случайность раз и навсегда лишила ребенка зрения в пятилетнем возрасте. Днями напролет маленький Луи играл с обрезками кожи в мастерской отца и в возрасте трех лет случайно повредил себе глаз шилом. Распространившаяся и на второй глаз инфекция сделала его абсолютно слепым уже к пяти годам. Смирившись с такой жестокой волей судьбы, родители Луи старались сделать все возможное, чтобы мальчик рос и развивался как нормальный человек, не чувствуя себя инвалидом. Они помогли слепому ребенку приобрести трудовые навыки, научили плести бахрому для конской упряжи и шить домашние туфли, пригласили учителя музыки, который обучил его игре на скрипке. Видя успехи незрячего ребенка, деревенский учитель решил, что юному Брайлю необходимо получать специальное образование. В январе 1819 года Луи Брайль был зачислен в Парижский институт для слепых. Воспитанников в институте обучали грамоте, музыке, вязанию и ткачеству. Для занятий предоставлялись книги, изданные рельефно-линейным шрифтом. По многим предметам учебников не было, не существовала тогда и система записи «но для слепых». Поэтому методика преподавания была основана на восприятии информации на слух. Луи Брайль был одним из способнейших воспитанников института. И в 1828 году, когда он окончил учебу, ему было предложено остаться в институте и стать младшим учителем-репетитором. Брайль принял это предложение. Потом он преподавал географию, алгебру и музыку. И одновременно был органистом в парижской церкви Сен-Николя де Шан. Еще во время учебы Брайль задумал создать систему рельефно-точечной письменности, которая была бы удобной для восприятия через осязание. И в то же время позволяла бы точно отражать все особенности того или иного языка. Записывать цифры, химические и физические знаки, ноты. Он работал над системой долгие годы. И первый ее вариант предложил на рассмотрение Совета Института еще в 1829 году. Но идея Брайля не была поддержана. Одним из основных аргументов было то, что разработанный им шрифт неудобен для зрячих преподавателей. В 1837 году по настоянию слепых Совет Института вновь вернулся к рассмотрению вопроса о новой системе письма, пригодной для слепых. Было принято решение напечатать рельефно-точечным шрифтом Брайля краткую историю Франции. С выходом этой книги система письменности, основанная на рельефном шеститочии, официально обрела право на жизнь. В первые годы после выхода истории изобретения Брайля пытались игнорировать, потом безрезультатно стремились переработать, но в конечном счете во всем мире было признано, что разработанная Брайлем система письменности для слепых является наилучшей. Кроме букв и цифр на основе тех же принципов Брайль разработал и систему записи нотных знаков и с ее помощью преподавал музыку слепым. Им также был создан специальный прибор для письма, который с небольшими изменениями дошел до нашего времени. Луи Брайль умер 6 января 1852 года. Он похоронен в родном городке Кувре. В доме, где он родился и провел детские годы, открыт музей, а улица, которая ведет к дому, названа его именем. В мае 1887 года в Кувре был открыт памятник Луи Брайлю, созданный известным французским скульптором Леру. К столетию со дня смерти Брайля в 1952 году прах был торжественно перенесен в Парижский пантеон. Более подробную информацию о жизни и деятельности Луи Брайля вы можете найти в нашей библиотеке. В фонде имеются такие книги, как Марат Бирючков, автор великого шеститочия Луи Брайль, биобиблиографический словарь, в плоскопечатном формате, укрупненный шрифт. Петр Красноусов, Луи Брайль, историко-библиографический очерк, в плоскопечатном и рельефно-точечном формате. Владимир Бухтияров, знаменитые слепые «От Гомера до Зимина», цикл статей, в рельефно-точечном формате. Галина Шушкова, значение рельефно-точечной системы письма для незрячих, информационно-методические заметки, в плоскопечатном и рельефно-точечном формате. Луи Брайль, пособие посвящено 200-летию со дня рождения, аудиослайд-фильм. Сборник материалов к 200-летию со дня рождения Луи Брайля, в аудиоформате на диске. Над выпуском работали Константин Кивачук, Татьяна Хатько, Мария Абазюк, Александр Румянцев. Ответственный за выпуск Ольга Офицерова.